Один из самых масштабных международных праздников с многолетней историей День защиты детей ежегодно. Он отмечается в первый день лета. Разнообразные торжественные мероприятия, выставки, всевозможные конкурсы, выступления творческих коллективов, спортивные соревнования и все это с участием главных действующих лиц, самых юных граждан нашей страны. О том, что они самые-самые, они знают. Каждое утро для них начинается с улыбки и доброго слова воспитателя в детском саду, куда отводит мама. А вот сегодня у маленьких непосед день особенный. Более чем для 800 детей с особыми потребностями подготовлена праздничная программа. Представители Министерства дошкольного образования организовали ее в излюбленном для детворы месте в столичном парке. Комфортные автобусы в них доставили дошколят к месту, где их ожидали сюрпризы. Музыка заводит и творит чудеса. Приводит в движение даже тех, кому это дается с трудом. А чтобы досуг был еще и полезным, в программу включили познавательные и творческие мастер-классы, фотозоны с 3D-объектами и красочные инсталляции занятия по робототехнике. Они в восторге от этого. Очень помогает развивать мозг, мышление, моторику пальцев. В общем, все, что нужно. Там есть детали надо собирать. Изначально неправильно собрать, то придется все разбирать. А если правильно собрать, то в конце она даже может ездить на пульту управления. Как будто вернулись сами в наше детство. Наши детки, детки с особенностями, но они сегодня чувствуют всю полноту радостного, счастливого детства. Конкурсы с поощрительными призами, катание на аттракционах, спортивные игры и встречи с паралимпийцами. Это покруче любой компьютерной игры. Более 100 волонтеров-воспитателей сопровождали детей с целью обеспечения удобства и перемещения по парковой зоне. Инклюзивное образование, на которое сегодня сделана ставка, считают в профильном ведомстве, в ближайшей перспективе даст свои результаты. Разработанная и внедряемая программа в специализированных и многопрофильных дошкольных образовательных учреждениях предусматривает дальнейшую реабилитацию, восстановление и развитие таких деток. Сегодня у них есть для этого все возможности, а самое главное – желание и стремление быть счастливыми, несмотря на жизненные обстоятельства.